Своего рода момент истины. Добрый вечер, уважаемые любители футбола. Телекомпания РЕН-ТВ приглашает вас в Лужники на центральный матч третьего тура Чемпионата России по футболу среди команд высшего дивизиона. В прямом эфире столичное супердарби «Спартак» против «Локомотива». В преддверии матча происходит торжественная церемония вручения пожизненной пенсии, которую вручает генеральный спонсор «Спартака» компания «Лукойл» великим футболистам и тренерам Константину Ивановичу Бескову и Алексею Санчу Парамонову. Вот они в центре герои прошедших баталий. Константин Иванович Бесков и Алексей Александрович Парамонов. Сегодня аншлаг в Лужниках. Мы все ждем суперспектакля. Итак, сразу о составах. «Локомотив» Москва. Начнем с гостей. Хотя, понимаете, что футболистов «Локомотива» деление на гостей и хозяев, когда речь идет о столичных «Спартаке» и «Локомотива», это весьма условно, это деление. Но, тем не менее, и так железнодорожники вышли в таком составе. Номер первый. Руслан Нигматулин. Второй. Геннадий Нижегородов. Третий. Юрий Дроздов. Четвертый. Вадим Девсеев. Пятый. Андрей Сломатин. Шестой. Игорь Чугайнов. Седьмой. Алексей Смертин. Восьмой. Альберт Саркисян. Девятый. Андрей Лаврик. Десятый. Дмитрий Ласьков. Одиннадцатый. Олег Керехин. Капитан команды Игорь Чугайнов. Главный тренер. Юрий Палч Семен. «Спартак. Москва». В воротах Андрей Сметалин номер первый. Второй. Юрий Коптун. Третий. Дмитрий Христов. Четвертый. Василий Баранов. Пятый. Дмитрий Порционов. Шестой. Евгений Бушманов. Седьмой. Виктор Булатов. Восьмой. Луис Перера Робсон. Девятый. Егор Китов. Двадцатый. Александр Ширко. Одиннадцатый. Андрей Тихонов. Капитан команды Андрей Тихонов. Главный тренер. Олег Иванович Романцев. Главный арбитр матча. Андрей Бутенко. 46-летний. «Москвич». Ему помогают ассистенты Алексей Монахов и Шая Штенгель. Оба ассистента также из Москвы. Итак, матч начался. На ваших экранах футболисты «Локомотива» в белых футболках, в белых трусах и в белых гетрах. Московский «Спартак» в своей традиционной красной форме. Андрей Бутенко сразу же решительно берет бразды правления в свои руки. Падает капитан команды Андрей Тихонов. Он подзывает, я имею в виду, Бутенко подзывает девятого номера Лаврика и делает ему замечание. Да, очень грубо опоздал с подкатом Лаврик и въехал ногами прямо в Андрея Тихонова. Юрий Ковтон бьет штрафной удар. Вперед! Начинается атака Спартака. Робсон борется с Соломатином. Соломатин как всегда играет на правом краю обороны. Идет борьба. Нет, мяч уходит за боковую линию. Вбрасывают футболисты «Локомотива». Соломатин брасывает и за боковой нет, оставляет оставляет Спартаковцу. Андрей Тихонов разбегается. Сейчас будет сильный бросок в штрафную площадку. Проград Чугайнов возносит к ночь в штрафной площадке и Смертин подальше, подальше от штрафной. Дроздов борется. С Барановым начинается атака Локомотива. Вперед идет Вадим Евсеев. Сегодня ему наверное неуютно играть против одноклубников. удар по ротам первый удар. В сторону ворот наносит бывший одноклубник Спартаковцев Вадим Евсеев. Андрей Сметанин вводит мяч в игру. К этому времени уже нам известен результат одного матча. Крылья Советов в Самаре выиграли у московского ЦСКА со счетом 2-0 Голозовили Цыплаури и Коновалов. Вот так неожиданно начался вернее продолжился третий тур российского чемпионата. Вчера как вы знаете в ничью 0-0 сыграли московские команды Днамо и Торпеда. Атакуют футболисты Локомотива нет. Атака захлебнулась. Ковтун сыграл очень четко и вперед идут уже Спартаковцы. Пас вперед на ход Ширко. Против него второй номер Ширко ворвался в штрафную падает судейский свисток молчит Нижегородов пытался противоборствовать Ширко Ширко ворвался в штрафную упал с первых же минут сумасшедший темп игра смотрится на едином дыхании да с первых секунд матча атаки 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 положение вне игры у Робсона свободный ведут футболисты Локомотива надо ли говорить какой ажиотаж вызвал этот поединок в котором сошлись главные конкуренты смотрим еще раз видеть как падает практически в коробочку убрали футболиста Локомотива Ширко но Андрей Бутенко оставил этот эпизод без внимания считая что все было в рамках правил Чугайнов сильно бьет на половин поле Спартака да действительно в этом матче сошлись главные конкуренты за золото футбольного сезона 2000 года в России Керехин пасперед Лоськов нет четко играет Бушманов убивает мяч и упал один из игроков Спартака кто это Булатов по-моему торчится от боли прямо въехали в колено футболисту Спартака сейчас нам возьмут крутым планом и покажут кто же это был да Виктор Булатов морщится от боли естественно ему сразу же оказывает помощь Булатов очень нужный игрок у Спартака слава богу носилки не понадобились Булатов в игре спорный мяч вбрасывает Андрей Бутенко Тихонов рядом с ним игрок локомотива Лаврик даже не пытается играть в этот мяч джентльменский уступая его Спартаковцам Андрей Тихонов во шаг московского Спартака Китов смотрите как три человека сразу в форме локомотива бросаются на главного диспетчера Спартаковской игры мяч уходит за боковую выбрасывают футболисты Спартака Тихонов сильно бросает на Робсона Соломатин убивает мяч дальше Лаврик Ковтун здесь на правом фланге обороны левом фланге обороны правом атаки выбрасывает снова Тихонов напряжение колоссальное вот так уже в самом начале на старте чемпионата сошлись лидеры сегодняшние лидеры российского футбола штрафной удар назначает Андрей Бутенко бьет Андрей Тихонов капитан московского Спартака будет удар или подача подача в штрафную нет с трудом но все-таки успел сыграть этот мяч Игорь Чугайнов мяч уходит на угловой первый угловой в сегодняшнем матче подает Спартак Василий Баранов будет предварить угловой удар итак подача и четко играет Руслан Нигматуллин всем хорошо известно что Руслан Нигматуллин в 95 96 97 годах выступал за московский Спартак провел 25 матчей пропустил 33 мяча но вот уже два сезона он выступает за Локомотив и здесь он сыграл 61 матч это вот 62-я его игра хороший пас хороший пас Тихонов делал на Ширко и самоотверженно играет Руслан Нигматуллин ну а всего Руслан провел в чемпионатах России 98 матчей видите как чуть-чуть это вот 99-я его игра чуть-чуть не хватило ему до сотой игры но зато следующий матч будет юбилейным для Руслана и за боковой бросает лаврик Саркисян Смертин лучший футболист прошлого сезона тут вообще интересно сейчас на поле три лучших футболиста страны Андрей Сметалин прошлого года Андрей Тихонов 96-го и 98-го Егор Титов ну что же сливки российского футбола что там говорить Холистов боролся с Аркисяном нарушил правила железнодорожник бьют штрафной удар чемпионы страны Ковтун будет производить штрафной удар рядом с ним Андрей Сметанин но Ковтун судя по разбегу будет посылать мяч на половину поля железнодорожников сильный удар Соломатин он как приклеенный сейчас к Робсону ну что решил Юрий Павлович сыграть персонально против бразильца Дроздов пас на Лаврика Лаврик идет вперед подает нет четко играет Хлестов пас вперед Тихонов подкате отбили мяч железнодорожники и мяч уже у локомотива Евсеев формается в вторую площадку его атакуют спартаковцы и мяч уходит штанга какой опасный момент опаснейший момент первый голевой возник у ворот Спартака честно говоря я думал мяч уходит уже за линию ворот нет по какой-то золотой траектории мяч ударился в левую от Сметалина штангу вот он локомотив первая голевая атака сейчас Сметалин и забирает мяч очень активно очень активно начали подопечные Семина стремясь забить гол Нигматуллин положения ведь игры не было смотрим еще раз этот момент Булатов и вот посмотрите мяч идет такой удар алям Марко Вазбман Бастон помните в 1988 году в финале чемпионата Европы Ван Бастон забил Досаеву вот таким вот замысловатым ударом мощным резаным в дальний верхний угол Баранов вбрасывает и отбились железнодорожники борется там Соломатин пришел со своего правого края на левой помочь своим партнерам по обороне Ласьков нет мяч взлетает вверх и Лаврик переводит его Нигмакулину очень очень любопытно сегодня посмотреть на дуэль лучших российских тренеров Олега Ивановича Романцева и Юрия Павловича Семена более того и Семен и Романцев в свое время выступали за Спартак но Романцев понятно он больше практически нигде и не играл когда закончил свою футбольную игровую карьеру в Спартаке в 1983 году ну а Семен поиграл да еще как кстати Юрий Павлович Семен дебютировал в московском Спартаке в далеком уже далеком 65 году 28 августа в матче против Киевского Динамо он вышел во втором тайме заменив Вячеслава Амбарцумяна ну проиграв два сезона он перешел затем в московское Динамо и там провел не худшие свои игровые годы кстати Семен забил первый гол московского Спартака в международных встречах в официальных в кубке обладателей кубков в 1967 году отбились отбились спартаковцы Смертин борется с Булатовым нет Чугайнов хорошо играет на подстраховке выбивает мяч за боковую линию Семен забил первый гол 20 Спартака в матчах кубка кубков 28 сентября 66 не 67 а 66 в Белграде против местного клуба ОФК когда спартаковцы выиграли 3-1 на 10-й минуте он добил мяч в ворота отбитый югославским вратарем после мощного осянинского выстрела этот матч я хорошо помню сам смотрел его по телевизору 3-1 3-0 вел Спартак тогда 3-0 и прошел но 3-0 уже в Москве спартаковцы обыграли югославский клуб и вышли в следующий круг соревнований в лесноторожники бросается в одаку Смертин против него Бушманов нет простите это Терехин и локоны развиваются мне показалось что это Смертин подача еще один удар Смертин это даже не подача удар был и снова Евсеев Евсеев в эти минуты чрезвычайно активен Смертин сыграл очень четко Саркисян вот какой интерес вызвал этот матч фотокорреспонденты пишущие братья все все наблюдают за этой дуэлью Баранов против него Евсеев интересно посмотреть на дуэль Евсеева и Баранова ну а также естественно Дмитрия Парфенова мяч уходит за линию ворот удар от ворот с конечкой запасных тренерский штаб московского спартака Олег Иванович Романцев на переднем плане ну а пока Руслан Нигматуллин готовится ввести мяч в игру да напряжение колоссальное так же как и болельщики в Лужниках испытываю некий трепет действительно на старте чемпионата и уже такой матч Баранов посперед перехвачена эта передача Соломатин Соломатин нет не прошел он Парфенова игра в центре поля Булатов борется с Ласьковым Терехин Ласьков Ласьков переводит мяч на правый фланг Саркисян будет подача против него Ковтум Саркисян нет не оставил мяч пас вперед стенку сыграл удар поротом правильно сделал Смитанин что не стал выходить не стал ввязываться в эту борьбу Бушманова и Саркисяна Бушманов сыграл четко отбил мяч на угловой звучит голос Смитанина внимание угловой удар у ворот Спартака напомню что уже железнодорожники проверили прочность штанги спартаковских ворот отбились спартаковцы пришел Ширко даже помочь Тихонов Титов простите Тихонов и Тихонов начинает атаку гиринальный пас хороший пас на выход Ширко но передача не дошла Мельматулин с мячом играет на Сломатина Сломатин сильно будет вперед Дроздов Смертин главный мотор атака железнодорожников Тихонов капитан ведет своих партнеров в атаку положение вне игры фиксирует ассистент главного арбитра Юрий Павлович Семен как всегда активен в отличие от Олегована Чароманцева практически весь матч Юрий Павлович проводит убровки ведет себя темпераментно нервно ну что ж может быть это и как раз и помогает его футболистам поддерживать соответствующий тонус мяч в руках у Нигматулина Нигматулина сильно бросает по-яшински бросает на Саркисиана Саркисиан обошел Парфенова и приближается к штрафной площадке против него Бушпанов пас на Терехина с мячом Терехин нет отбил отбил Хлистов Гроздов он сегодня исполняет опорного полузащитника в локомотиве Юрий Павлович Семен решил не рисковать и воздвиг мощное укрепление вокруг своей штрафной площадки удар Хитов пробил прямо в руки Нигматулину ну во всяком случае Нигматулина хорошо знает как может пробить Хитрец Егор Титов Хлистов и мощно бьет футболист локомотива вперед положение вне игры она показывает еще раз как Титов с покруткой посылает мяч в ворота локомотива но как раз на линии ворот четко играет Руслан Нигматуллин первый свой матч Спартак и локомотив в чемпионатах России подчеркиваю провел 29 августа 92 года тогда Спартак победил со счетом 1-0 и вот из того состава из тех составов вернее локомотива и Спартака сейчас мы видим только на поле Дмитрия Христова Парфенов вбрасывает за боковой такой у него под правым глазом бланш это ему съездили в матче с Сатурном удар по ротам локтем заехали ему в нос Парфенов потом говорил что ему показалось что он попал в нокаут что будет ли он дальше продолжать игру нет все в порядке встал бегал и был одним из лучших Баранов снова под эту главой подача удар по ротам нет удара нет это лаврик немудросту и лукаво посылает мяч подальше от своей штрафной площадки Царкисян Царкисян вышел впервые в составе локомотива в прошлом матче чемпионата России против самарских крыльцев вот хороший пас у нас Кирехина но Сметанин четко проводил мяч за линию в ворот Андрей Сметанин пока лечится Филимонов он оплот Спартака это Лоськов сейчас мелькнул на ваших экранах умеющий прекрасно исполнять штрафные удары мы все время говорим а-ля Бекхэм а-ля тот другой западный игрок нет у нас есть свои великолепные футболисты вот один из них Дмитрий Лоськов который умеет со штрафного послать мяч в ворота не хуже знаменитого Дэвида Бекхэма и Матуллин руками очень технично бросает вперед как раз Молоскова пас вперед но здесь Бушманов Либеру последнего защитника не надо рисковать так не надо так рисковать у Локомотива сумасшедшая мотивация что там говорить не может Локомотив выиграть в течение четырех сезонов у московского Спартака поэтому борьба сегодня ожидается просто уникальная на мой взгляд штрафной удар бьют футболисты Спартака Баранов рядом с ним Парфенов отдал Парфенову Парфенов играет дальше Титов неточный пас и Смертин уже в центре поля Смертин посмотрите как мобилен этот полузащитник Дроздов такое впечатление что Дроздов играет чуть ли не под нападающим сегодня ну нет конечно на этом месте Лоськов удар по воротам удар мощнейший выстрел это Олег Терехин был по воротам Сметанин на месте Титов ну чем ответит вообще интересно сегодня посмотреть чем ответит Спартак вот эта дуэль между Смертин и Титовым лучшими российскими футболистами падает Саркисян Коптун его так по-борцовски положил аккуратненько положил на зеленый газон Лужников или так скажем на подобие зеленого газона разыграли Лоськов разыграл Славриком мяч Лоськова Лоськов пасует вперед здесь никого нет в скользком хотя погода надо сказать чисто футбольная прохладная слава богу дождя нет потом Алексей Смертин лучший футболист прошлого сезона причем по всем номинациям достались ему практически все призы в российском футболе сейчас Смертин боролся с Блатовым две семерки сошлись в центре поля Лаврик будет быть штрафной удар Лаврик посылает мяч вперед на Терехина здесь играет хорошо Парфенов Титов смотрит кому отдать пас обходит как легко сейчас он обошел Евсеева нет на сей раз Евсеев все-таки успел поставить ногу но мяч отскочил Чугайнов железнодорожный Либеру так можно сказать Титов на правом фланге атаки его атакует Смертин нет Титов уходит от жарких объектов футболистов Локомотива пас вперед и мяч взрывается в стартой площадке ой-ой-ой момент опасный нужно бить поворотом Христов пас вперед Ширко отличный пас нет положения вне игры положение вне игры было не у Тихонова а у Робсона ай-яй-яй жаль вот мне подсказывают что Зенит выиграл у Локомотива в нижней ноге конечно зацеп зацеп совершенно четко и Дрежа Тихонов положил на поле Лаврика штрафной удар так что к этому времени закончились два матча и так 2-1 Зенит выиграл у Нижегородского Локомотива и Самарские крылья Советов одолели московские ЦСКА 2-0 штрафной удар будут футболисты Спартака Титов апеллирует к Бутенко нашему опытнейшему 46-летнему арбитру ФИФА один из лучших арбитров интересно что Бутенко судит уже третий матч подряд нет положения ни игры нет мяч в руках у Нигматулина третий матч подряд судит Бутенко с участием Локомотива и Спартака в прошлом сезоне два матча в первенстве он отсудил и вот пожалуйте снова он на всяком случае его кандидатура не вызывала никаких нареканий ни со стороны Локомотива ни со стороны Спартака действительно это один из лучших российских арбитров Лаврик подталкивает спину Тихонова судейский свисток молчит все в рамках правил жесткая борьба посмотрите как футболисты разбились на пары Соломатин против Робсона но последний защитник Чугайнов едва-едва Робсон не обокрал Чугайнова и не вырвался вперед хороший пас ему давали на ход нарушений правил здесь не было Нигматуллин мощно пробил с правой мяч опускается на плейн-поле Спартака Ковтун борется со своим бывшим одноклубником Терехиным интересно футбольная судьба Терехин и Ковтун выступали вместе в московском Динамо и теперь пути дорожки разошлись Ковтун в Спартаке ну а Терехин в нынешнем сезоне выступает за Локомотив уже успел отметиться голом в ворота Липецкого Металлурга этот гол помог Локомотиву выиграть четвертьфинал угловой угловой удар в преддверии этого матча команда проводили четвертьфинальные игры Кубка России Мобил-1 Спартак 4-го числа выиграл у Сатурна эту игру мы в прямой эфире видели на нашем телеэкране в следующем 1-0 единственный гол гол красавец забил Максим Бузникин ну а Локомотив одолел на выезде Липецкий Металлург 2-1 проигрывая 0-1 подача выбивает Бушманов мяч еще один удар но мяч идет в высший ворот игра не просто складывалась для Локомотива в Липецке проигрывали железнодорожники после первого тайма пришлось Юрий Павловичу Семину выпустить во втором тайме Зазу Джанашия и Олега Терехина вот как раз объявляет Гиктор по стадиону те результаты которые вы уже знаете а мы еще вам говорим результат еще одного матча Роттер выиграл у Алании со счетом 2-1 вот так развиваются события в других матчах Баранов борется с Евсеевым Баранов пасует назад мяч у Парфенова Парфенов подает штрафную хороший хорошо замыслил правый защитник Спартака немножко так мне кажется провалились защитнички с Локомотива потому как Робсон мог оказаться если передача дошла до него один перед воротами закидывал за спину игроков Локомотива мяч Титов подает нет мяч не ушел и мяч у Тихонова против него Лаврик Тихонов подает удар по рукам ой какой момент упускает Ширко какой момент вот вам пожалуйста Ширко мог отправить головой мяч в ворота Мигматулина там пожалуйста статистика два удара Спартак нанес и пять Локомотив но какой нанес Локомотив удар и Ширко сейчас едва едва не отправил мяч в ворота Локомотива ну по голевым моментам 1-1 на табло Нули, пока нули, пока, потому как точно голы будут в таком матче, и не быть голом, быть такого не может. Хлестов уходит, как колобок от одного, от второго, но таким только ценой нарушения правил. Железнодорожники удержали Дмитрия Хлестова. Ну, как всегда, Хлестов в этих матчах чемпионата России выступает на месте центрального защитника. Мы знаем, что Хлестов великолепный правый защитник, но так как Дмитрий Ананко до сих пор травмирован, и по информации про Саташе, московского «Спартака» Александра Львова появится только через полтора-два месяца на поле, то Хлестов, как самый опытный, самый мудрый игрок «Спартака», составил пару центральных защитников вместе с Бушмановым. Но если Хлестов играет переднего, то Бушманов леберал. Пас вперед, сейчас Лакмонтьев атакует, рвется вперед Терехин. Нарушение правил. Нарушение правил – штрафной удар. И очень опасно. Бутенко назначает штрафной удар. В метрах так восьми. Это Саркисян. Нуждается в помощи эскулапов. Да. Значит, примерно это 23-24 метра. Да, да, Хлестов задел Саркисяна, опоздал к мячу и въехал в колено. Игроку «Локомотива» тут же появляются носилки, но будем надеяться, что все будет в порядке и на сегодняшний год. И еще любопытная информация о Бутенко. Из 18 сыгранных матчей между «Спартаком» и «Локомотивом», я имею в виду и в российских чемпионатах, и Кубке России, все вместе, он больше всех судил встречи этих соперников. Пять раз. И что любопытно, когда матчи «Спартака» и «Локомотива» судил Андрей Бутенко, «Спартаковцы» точно не проигрывали. Четыре победы и одна ничья. А вот железнодорожники в этих пяти матчах не забили ни одного гола, пропустив аж девять. Так что, видите, Бутенко является для московского «Спартака» таким своеобразным, приятным талисманом. Но, все внимание на поле. Штрафной удар в исполнении Дмитрия Лоськова. Очень опасно. Если Лоськов попадет в створ ворот, будет тяжело Андрею Сметанину. Лоськов супермастер. Итак, штрафной. Лоськов у мяча и Смертин. Кто будет бить? Смертин. Нет, все-таки Лоськов. Удар воротом. Удар. Высший ворот. Высший ворот. Но пристреливается Лоськов. Пристреливается. Как приятно, что в нашем футболе есть такие мастера. А то мы все привыкли восхвалять западных звезд. У нас тоже футбол не хуже западного. Тоже есть мастера. Великолепный. Сметанин сильно бьет. На половину поля будет Макива. Робсон отдал пас Баранову. Против него Евсеев. Нет, Евсеев четко знает. Очень хорошо знает, как играет Василий. Отбил мяч за боковую. Парханов бросает. Брасывает на Робсона. Против него Соломатин. Да, судя по всему, Соломатин персонально играет против Робсона. Он преследует его справа фланга на левый и так далее. Да, видимо, Юрий Павлович решил персонально сыграть против Робсона. Робсон умеет. Ну, он не блещет такой суперрезультативностью в Спартаке. Но пас отдать может отменный. Титов накручивал защитников Локомотива. Не получилось. И снова. Уже Бушманов возвращает на штрафную площадку Спартака. Лаврик играет на Нигматулина. И Нигматулин берет небольшой такой люфт в игре. Олег Иван-Черманцев выкуривает одну сигарету за другой. Не позавидуешь тренерам. Ох, какая у них нервная работа. Что там говорить? Пас вперед! Терехин! Четко, очень четко играет Хлестов. Спокойно. Здорово. Тихонов не точно. Это Евсеев. Прервал передачу. И мяч сейчас придет в руки Нигматулину. Нигматулину играет на своего капитана Игоря Чугайнова. Опытнейший футболист. Игорь Чугайнов. Недаром его избрали капитаном команды. Ну а 6 апреля, то есть позавчера, игру Чугайнову исполнилось 30 лет. С чем мы его искренне поздравляем. Действительно, футболист он классный. Ну а это вы видите слева прославленный, легендарный наш тренер. Виктор Васильевич Тихонов, возглавляющий иными центральный спортивный клуб армии. Или как его официально называют, хоккейный клуб ЦСКА. Какая-то нелепица. Два ЦСКА, два торпеда. Два еще чего-то там у нас есть. Все в дубле же. Вперед идет Робсон. Спартак атакует. Но может быть только один ЦСКА. Только один Спартак. Только один Злокомотив и одно Динамо. Если брать московские, конечно, команды. Ширко. Узар, порос, удар. И мяч проходит мимо. Там Робсон поднимает глаза, жалостливые на Андрея Бутенко. Считает, что уж больно жестко сыграли с ним. Это Смертин, а Чугайнов его ручками попридержал. Конечно, штрафной, без сомнения. Но попади Ширко в ворота и забей гол, я думаю, что Бутенко его бы засчитал. Итак, чем ответит Титов? Ну а мяч поднимался ближе к штрафной площадке. Если Лосков бил метров с 24-25, то здесь уже примерно расстояние метров так 20 до ворота. Может быть, даже чуть меньше. Кто будет бить Титов? Титов тоже умеет пробить. Помните гол матча сборной России и второй сборной Германии? Какой красавец мяч забил Титов. Ну а мяч в стартовом поединке с Владикавказской Алани, когда он закинул мяч за шиворот талантливому Велимини Мандрыкину. Итак, Титов, смотрим. Титов, спартак, удар. Не стал подкручивать мяч поверх стенки. Прям попал низовым ударом в ноги футболистам локомотива. Это бежит Олег Терехин, пришел на помощь своим защитникам. Отобрали. Баранов подает. Здесь Ширко борется. Лаврик пришел на этот край. Титов отбирает Лаврик у него. Мяч остается у спартаковцев Булатов. О, Меркин. Толчок в спину. Явный толчок. Штрафной удар. Извиняется Алексей перед Булатовым. Штрафной удар. Посмотрите, очень хорошо видно. Толчок в спину. Совершенно очевидный. Естественно, игрок локомотива тут же поднял вверх руку. Ну как же так? Да так, совершенно четко. Зафиксировал Андрей Бутенко. Штрафной удар. Подача. Мяч в руках. В руках у Нигматулина. Руслан великолепно провел стартовую игру со столичным ЦСКА. Отразив несколько сложнейших ударов. И не случайно он был назван одним из лучших игроков матча. Соломатин держится за голову. Ну что, неужели опять сотрясение мозга? Помните, как в игре с ЦСКА получил травму юный Руслан Пименов? Талантливейший парень. Целую неделю потом лежал в больнице, приходил в себя. Видите, тут же выбежали врачи. Но Соломатин. Парень очень самоотверженный. И надеемся, что он продолжит игру и дальше. Да. Соломатин остается на поле. Некоторые журналисты и специалисты говорили про Соломатину, что ему чужд инстинкт самосохранения. Он готов бороться, не щадя ни себя, ни соперников. Ну и, конечно же, получает травмы. Не всегда, правда, не дай бог. Из-за боковой вбрасывают в футболисты. Локомотива Смертин бросает. Сыграл с Аркисяном. Мяч Робсона. Булатов бьет вперед на Ширко. Но здесь Чугайнов. Игорь Чугайнов. Капитан. И последний защитник. Леверо. Локомотива. Руслан Нигматуллин. Только что был на ваших экранах 25-летний галкипер московского локомотива. Ну, Сметанин поопытнее. На пять лет старше. И матчи он провел 125 в чемпионатах России. Андрей Сметанин. Ну, естественно, больше всего он сыграл за московское «Динамо». 120 игр. За московский «Спартак» всего 9. Ведь это 10-я, так скажем, юбилейная игра. Коптун. Удар в воротом. Мощнейший удар. Еще один удар. Это бил по воротам восьмой номер Саркисьян. Смотрите, как с подъема попал в защитника. Нижегородов здесь играет. И Лаврик. Подальше от ворот. Быстро Тихонов бросает. Робсон. Мяч уходит за боковую линию. Нижегородов. Геннадий Нижегородов. 22 года. Пришел в этом году в московский «Локомотив» из Нижегородского «Локомотива». Ну, а всего он сыграл 55 матчей в чемпионатах России. Ну, «Локомотив» проводит сегодня свою третью игру. Игрок основного состава. Талантливый парень. Юрий Палчин очень доволен этим футболистом. И вообще, я был на тренировке «Локомотива». Должен сказать, что настрой у железнодорожников просто сумасшедший. Почувствовали они вкус победы. И, во всяком случае, считают себя одним из главных конкурентов «Спартака». А это ведь самое главное. Чувствовать уверенность в своих силах. Крестов. Пас назад. Мяч едва и едва. Железнодорожники не перехватили. Титов. Ну, Титова. Тоже толчок в спину, безусловный. Болельщики «Спартака» живо обсуждают перебятий матча. Ну, волнение уже улеглось, естественно. И сейчас уже игра предстает перед нами во всей красе. Ширко прорвался вперед. Нет, Соломатин мог дал пройти. И Ковтун, Ковтун, конечно же. Толкал в спину Саркисяна. Сегодня мы не видим в составе локомотива Зазу Джанаши, популярнейшего форварда московского локомотива. У него травма. Он получил ее в кубковом матче против филипецкого «Металурга». Его нет даже, как вы обратили внимание, нет даже в запасе. Но зато в запасе Илья Цымбаларь. Так что, может быть, мы увидим его сегодня в составе. Локомотива Сметанин. Пас на Бушманова. Леберо начинает атаку. Переводит на левый фланг. На Ковтуна. Ковтун идет вперед. Против него Саркисян. Саркисян выбирает мяч у Ковтуна. Пасует на своего капитана Чугайнова. Чугайнов играет на Ласькова. Нет, здесь Бушманов мощно бьет вперед. Кому? Руслану Нигматулину. Ну, это же игрок другой команды. Нигматулину дает паузу. Нужно отдышаться. И у ворот Спартака был опасный момент. И у ворот Локомотива. Пока мы не видели в деле вратарей. Пока они не спасали свои команды. Но все еще впереди, я думаю. О чем это говорит? О внимательности обороны. Здесь каждая ошибка может стать роковой. Тихонов. Играл умышленно в Саркисяна, чтобы оставить мяч у Спартака. Тихонов бросает. Робсон. Против него, естественно, за Соломатин. Это Лаврик. Пасует на Ласькова. Как жестко против Ласькова играет Хлестов. Хоккейным приемом останавливает игрока Локомотива. И первая желтая карточка в матче. Предъявляет ее Бутенко Дмитрию Хлестову. А у Хлестова, кстати, есть уже одно предупреждение в этом чемпионате. Да, он получил его в матче с Сатурном. Напомню, что футболист пропускает игру по регламенту нынешнего чемпионата после четырех предупреждений. И вот первая желтая карточка в сегодняшнем матче Дмитрий Хлестов. Ну, а ну, конечно же, безусловно, по-хоккейному врезался. В Дмитрия Ласькова не пожалел своего тезку штрафной удар. И желтая карточка. Бьет Чугайнов. Переводит мяч в штрафную площадку. Но здесь сыграл Терехин прямо на своего бывшего одноклубника Андрея Сметанина. Сейчас из-за боковой будут сбрасывать железнодорожники. Лаврик. У Лаврика необычный номер девятый. Лаврик белорусский легионер локомотива. Универсальный футболист. Может одинаково хорошо и эффективно сыграть, как на месте правого защитника, так и на месте правого полузащитника. Смертен. Ласьков. Отличный пас. Положение вне игры. Положение вне игры. У Садкисяна четко фиксирует. Арбитар Мачча. Шая Штернгель. Ирпал Семин. Нервничает, как всегда. Не присядет даже ни на одну секунду, в отличие от Олегован Чараманцева. Бушманов. Пасует на Холестова. Спартак начинает плести свою атакующую комбинацию. Фирменную, спартаковскую. Много передач. И затем взрыв. В таком типично бразильском стиле. Еще раз уронили Парфенова. Шесток арбитра молчит. И вот сейчас что покажет нам Бутенко? Желтая карточка. Желтая карточка. Вадиму Евсееву. Вторая желтая карточка в сегодняшнем матче. Евсеев слишком агрессивно ведет себя. Ну, я понимаю его желание доказать Романцеву, что как же так? Меня и не ставить в состав в основной. Это он доказывает. Да, конечно. Немножко так резко, излишне резко действует против Парфенова. Брасывает и за боковой. Украинский легионер. Хотя Парфенова российское гражданство. Но это не важно. То, что он выступает за сборную Украины. Но считать его украинцам смешно, конечно же. Вообще, это деление по национальностям не самый лучший вариант. Так что будем считать, что все они наши футболисты. Вот Робсон. Тоже почти нашим стал. Еще одна желтая карточка. Второму номеру, так я понимаю, перед явным предупреждением. Да, Нижегородову. Ой-ой-ой, а ведь вы знаете, за такое нарушение можно получить не только желтую, но и красную. Подкат почти что сзади. Так немножко сбоку чуть-чуть. Но все равно очень опасно. Очень опасно для игрока. Для здоровья игрока. Опоздал к мячу. И въехал прям в ноги бразильцу. Штрафной удар. Ну что, издалека. Василий Баранов, наверное, будет бить. У него мощнейший удар. Попал в стенку. Тот же Лаврик выносит мяч из штрафной площадки. Мяч уходит за боковую линию. Вбрасывают футболисты московского «Спартака». Баранов. Против него Ласьков. Нет, мяч не ушел. Евсеев. Евсеев на левом фланге. Ушел от Парфенова. Но здесь, видите, как сыграл хорошо игрок «Спартака». Снова из-за боковой вбрасывают железнодорожники. Евсеев. Кому? Нужно открыться. Открыться нужно. Если так стоять, то, естественно, соперник тут же перекроет кислород. Вбрасывают. Булатов. Опасная игра. Фиксирует Бутенко. Свободный удар. Бьют футболисты «Спартака». Басилий Баранов очень неплохо смотрится в начале этого сезона. Очень неплохо. Один из лучших в московском «Спартаке». Нигматуллин не точно его бросил. И уже снова мяч у Баранова. Баранов пас в штрафную. Нет. Здесь Дроздов. Дроздов. Также универсальный футболист. Да вообще, у «Локомотива» футболисты могут и защищаться, и нападать, и пас отдать. Так, в общем, Юрий Павлович Семен всем, всему научил, что и сам умел. Был классным игроком в свое время. Еще одна желтая карточка предъявляет Андрея Бутенко. Кому? Чугайнову? Судя по всему, да. Игорю Чугайнову. Или нет. Ограничился только замечанием капитану «Локомотива». И всеев, где-то вперед, в центральном округу. Отбились, и мяч у Робсона. Его встречает Нижегородов. Ковтон. Подача в штрафную. Трудом Соломатин отбил мяч из штрафной площадки. Насколько я понимаю, Соломатин перешел на позицию переднего защитника. Браслый Тихонов из-за боковой. И Чугайнов переводит мяч на угловой. Угловой удар будет исполнять Андрей Тихонов. Последняя минута первого тайма. Счет на крыть 0-0. Стадион ревет, мне кажется, от восторга. Игра держит в напряжении футболистов и зрителей. Подача! Лаврик выбивает мяч на угловой. Еще один угловой. Уже четвертый угловой удар. Но наверняка Андрей Бутенко добавит одну-две минуты. Помните, там были несколько остановок. Оказывали помощь. Сначала Булатову, затем Саркисяну, потом Ласькову. Так что угловой Тихонов подает. Подача! Удар! В шпагате пытался Ширков сыграть мяч. Обились. И мяч уже у Ласькова. Ласьков переводит на еще новый фланг. Евсеев. Резервный арбитр показывает. Три минуты добавил Андрей Бутенко. Евсеев борется с Китовым. Мяч ухорит. Китов оседлал Евсеева. Но это от их быка эмоций. Олег Иванович, поберегите себя. Что ж такое-то часто? Вы еще очень нужны российскому футболу. Терехин. Против него два игрока Спартака. Сразу Ковтун и Тихонов бросаются на форварда. Локомотива. Саркисян. Саркисян строго отрабатывает на левом фланге. Сейчас вот эти минуты. Подача! В Трафуле здесь никого нет. Здесь только Василий Баранов. Время был никого нет из футболистов московского локомотива. Чугайнов встречает мяч Нижегородов. Нижегородов сильно бьет вперед. Возвращает мяч. За боковую линию. Брасывают спартаковцы. Семен, Семен, как полководец. Главный рулевой столичного паровоза указывает, куда нужно встать, где открыться, кого атаковать. Нижегородов снова из-за боковой вбрасывает спартаковцы. И снова это делает капитан команды Андрей Тихонов. Против него Лаврик. Робсон. Робсон такой сломатен. Робсон уходит в центр. Идет. И отличный пас. Нет, но так он не дошел. А задуман хорошо. Задумано было. Очень интересно. На Баранова штрафной. Евсеев роняет Парфенова. И штрафной удар. И любопытно. Вот при этом судействе, при судействе Андрея Бутенко, то, что я говорил вам выше, забьет локомотив-то или нет ворота спартака. Конечно, это меньше всего хочется болельщикам спартака. Но интересен этот момент сам по себе. Итак, пока атакует спартак. Подача. Штрафную. Дар. Нет, мяч проскакивает Тихонов. Тихонов против Нималаврик. Еще одна подача. И ладонью, как в волейбол, играет Нигматуллин, переводя мяч за боковую линию. Кулаком не решился. Видимо, боялся, что не достанет этот мяч. Титов. Подача. Даже не подача была, а удар, скорее всего. Такой хитрющий удар. Видимо, увидел, что Нигматуллин вышел чуть-чуть из ворот и накидывал мяч на дальнюю девятку. Тарфенов подает. Ну, здесь только Ласьков. Васьков, Дроздов, Чугайнов. Вот тут такая небольшая суматоха в стартной площадке локомотива. Отбились, отбились железнодорожники. И уже Лаврик со всей мочи бьет. Попадает в Баранова. Баранов борется. Падает Чугайнов. Нет, нет. Нарушения правил нет. Спартак в эти минуты очень активно проводит. Осталось 10 секунд до истечения трех добавленных минут. Андрей Бутенко, 46 лет. Больше всего, наверное, известен его брат Валерий Павлович Бутенко. В прошлом тоже великолепный судья. Реферировал матчи чемпионата мира 86-го года. Валерий Павлович Бутенко, брат, старший брат Андрея Павловича Бутенко. Оба брата поджарые, спортивные. И Валерий Павлович сейчас выглядит очень-очень неплохо для своих лет. Пасперед. Трехин и свисток. Итак, после первых 45 минут 0-0. Спартак Москва, локомотив Москва. Ну что же, передохнем чуть-чуть. И с новыми силами на второй тайм. Перерыв. Итак, мы вновь с вами в Лужниках. На столичном супердерби. В прямом эфире телекомпания РЕН-ТВ транслирует центральный матч третьего тура чемпионата России среди команд высшего дивизиона. Спартак Москва, локомотив Москва. После первых 45 минут пока ничья 0-0. Ну а сейчас лучшие моменты. Самые опасные моменты сегодняшнего встречи. Евсеев в начале матча испытал на прочность штангу спартаковских ворот. А этот удар уже наносит Алексей Смертин. Сметанин на месте. Еще один опасный момент. Уже ворот локомотива. Вот Ширко мог отличиться после великолепного паса Андрея Тихонова. Но практически с 4 метров не попал в ворота. Вы видите трибуны лужников. Сегодня лужники практически полны. Так и подмывает сказать. Практически аншлаг. Но аншлаг либо он есть, либо его нет. Но очень мало свободных мест. Еще бы Спартак Локомотив. Главные конкуренты в борьбе за чемпионский титул в российском чемпионате сезона 2000 года. Я напомню вам состава и гранщик сегодня команд. Начну с гостей фабористов локомотива. В воротах Руслан Нигматуллин. Вы только что его видели. Номер второй Геннадий Нижегородов. Третий Юрий Дроздов. Четвертый Вадим Евсеев. Пятый Андрей Саламатин. Шестой Игорь Чугайнов. Капитан команды. Седьмой Алексей Смертин. Восьмой Альберт Саркисян. Девятый Андрей Лаврик. Десятый Дмитрий Лазьков. Одиннадцатый Олег Терехин. Главный тренер Юрий Павченен. Спартак. Номер первый Андрей Сметанин. Второй Юрий Ковтун. Третий Дмитрий Клистов. Четвертый Василий Баранов. Пятый Дмитрий Парфенов. Шестой Евгений Бушманов. Седьмой Виктор Булатов. Восьмой Луис Прейера Робсон. Девятый Егор Титов. Двадцатый Александр Ширко. Одиннадцатый Андрей Тихонов. Капитан команды. Главный тренер Олег Иванович Романцев. Вот в этих составах команды стартовали в этих матчах. Но я вижу замена произошла в московском Спартаке. Появился под семнадцатым номером Максим Бузникин. Заменил вместо Александра Ширко. Да, заменил он двадцатого номера Александра Ширко. Первая замена. У Локомотива замен нет. Юрий Павлович Семен считает, что его подопечные играют сегодня, ну, если не на пятерку, то, во всяком случае, на четыре с плюсом. Голов-то нет. Ну, хорошо еще, что не забили. Но главное-то не пропустили. Саламатин боролся с Робсоном. С мячом Смертин. Чугайнов вперед. И уже Локомотив начинает атаку. Еще один удар по направлению Саркисяна. Против него играл Пархенов. Но Саркисян опасно сыграл против правого защитника московского Спартака. Свободный удар. Как издалека Саркисян похож на Зидана. Только лыси на не хватает. Такой немножко стуловатый, темноволосый. Пархенов сейчас заигрался на своем краю. Но тут Хлестов. Опытнейший Хлестов. Помог своему партнеру. Саркисян падает. Довольно картинно. Но, тем не менее, нарушение правил. Нарушение правил. Скамеечка запасных. Тоймерский штаб Спартака. Заволновался. Терехин возвращает мяч Саркисяну. И против него играет неверно Пархенов. Штрафной удар. Бьет локомотив. Локомотив с первых минут второго тайма пошел вперед. Стремясь забить во что бы то ни стало. Забить мяч в ворота Андрея Сметанина. Бьет Дмитрий Лачков. В первом тайме он имел хорошую возможность поразить. Ворота Спартака не получилась. Удар в ворота. Ну, как и в первом тайме, так же Мушка сбилась у главного снайпера. Не бомбардира, а снайпера московского локомотива. Ну, вообще-то он бил-то с 30 метров. Не мудрено. Но, тем не менее, Сметанин посылает мяч на половину поля локомотива. Пока Спартак не может зацепиться за мяч. Из-за боковой. В первом тайме, надо сказать, игра держала в напряжении зрителей. Может быть, было мало такого, знаете, красивого футбола. Но, во всяком случае, напряжение чувствовалось колоссальное. И, несмотря вот на это волнение, на эти волнующие минуты, секунды, моменты матча, тем не менее, главный арбитр матча, я забыл вам представить, Андрей Бутенко, Андрей Палч, Бутенко, 46-летний москвич. Ему помогают Алексей Монахов и Шая Штернгель. Также московские арбитры. Штрафной удар. Бьют футболисты. Локомотива Андрей Чугайнов. В первом тайме также я говорил до перерыва. Игорь Чугайнову. Просто напоминаю, мало ли кто-то там подключился только сейчас. Позавчера ему исполнилось 30 лет. Ну, что такое 30 лет в современном футболе? Он, Наталушка, играет в 40 лет. И, во всяком случае, молодым не уступает. Первый по кроссам в подмосковном Сатурне. Видели мы его в четвертьфинале Кубка России. Картины он не портил. Наоборот, как мог, помогал своим намного молодым партнерам. Смертин. Две семерки сошлись. Булатов и Смертин. Из-за боковой вбрасывает четверка. Баранов. Сыгран на Робсона. Робсон атакует Соломатин. Бросается Евсеев. Как он резко. Бросился на Баранова в первом тайме. Кстати, вот за эту суперактивность он получил предупреждение от Бутенко. Ну, также желтую карточку у Локомотива еще схлопотал Нижегородов. Ну, а у московского «Спартака» Дмитрий Хлестов. Борьба на правом фланге атаки. На левом защиты Локомотива. Вбрасывает Баранов из-за боковой. Китов. Против него Дроздов. Здесь же Чугайнов. Дроздов обкрадывает главного диспетчера. Новый мяч остается у Китова. Китов корпусом оттирает Дроздова. Нарушение правил. Нарушение правил. И бьет «Спартак». Бутенко так красноречиво показал, что локтем отталкивал Дроздов Китова. Семен естественно недоволен. Сейчас рядом с Семеном оказался, промелькнул Владимир Эштреков. Великолепный в прошлом нападающий. Кстати, он играл в «Спартаке» в московском одно время, но раскрылся в московском «Динамо» как великолепный крайний. Парфенов, простыльный передача! Сама Тверджина играет. Игрок локомотива, это, по-моему, Нижегородов был, спас свою команду. Дроздов. Вперед. Ласьков. Кричит ему Лаврик, что пас ему, ему, он свободный. Да, действительно, правый край свободен. Но Ласьков выбирает другой путь. Пас вперед не прошел. С мячом Лаврик. Подножка. Штрафной удар, назначает Бутенко. Бьет локомотив. Обе команды очень хорошо начали этот сезон с трех побед подряд. Ну, если брать еще и спартаковскую стартовую игру в одной восьмой финала Кубка России, то тогда Спартак начал вообще с четырех побед. Еще один штрафной удар. И снова бьют футболисты локомотива. Спартак выиграл у Сатурна, у Саратова. У Сокола Саратов 1-0. С таким же счетом был повержен и Сатурн. Если Сокол в одной восьмой финала, то Сатурн в одной четвертой. Ну, затем два матча в чемпионате. 3-1 у Алании выигрыш. И у Иллистинского у Ролана на выезде 2-0. Сметанин четко играет. Бьет вперед. Ну, и локомотив тоже подстать. Только чуть меньше забил голов. Но главные очки взяты. У ЦСКА стартовая победа 1-0. Вообще был стартовый матч чемпионата. 2-0 у Крыльев Самарских. И 2-1 у Липецкого Металлурга. Так что настроение у той и у другой команды должно быть превосходным. Теперь вся борьба со Спартаком у локомотива и Спартака с локомотивом. Мяч уходит за линию ворот. Нигматуллин вводит мяч в игру. Ударом с свободным ударом с линии вратарской Олег Черехин. В прошлом сезоне лучшим московским бомбардиром стал спартаковец Андрей Тихонов. 19 голов он забил. Андрей провел прошлый сезон просто блестяще. С его левого фланга. Забить 19 голов. А он строго играет практически по желобку. Играет капитан московского Спартака. Редко смещается в центр. И тем не менее 19 мячей. Это результат. Ну а в свое время Тирехин был одно время главным московским бомбардиром. Вбрасывает Вадим Евсеев. Очень активно. Я уже говорил вам. Проводит эту встречу бывший московский спартаковец. Сейчас жестко сыграл Саркисян. Против Ковтуна. Бросается на помощь Ковтуна Парфенов. Мяч у Смертина. Что сделает Смертина? Подает на Лаврика. Лаврик скидывает мяч грудью. На Евсеева. Евсеев мчится. Но здесь Хлистов подстраховывает своих партнеров. И Тихонов. Нет, передача у Тихонова не прошла. Угловой. Нет, угловой. За боковой, естественно, горит мяч. Московский спартаковцы. Толчок в спину. Лаврик упал. Пасперед. Мчится туда по флангу. Дмитрий Лоськов. Он сместился в центра на правый фланг атаки. Немножко сумбурно проходит игра. И вот. Свисток. Свисток арбитра в запале. Дроздов не услышал. Свистка главного арбитра Андрея Бутенко. Юрий Дроздов. Сегодня он играет в центре поля. Эдаким волнорезом. Он первым встречает атаки. Московского спартака. Ну а, как я уже говорил до перерыва, мотором команды является Алексей Смертин. Робсон. Как выпрыгивает Евсеев. Свободный удар. Опасная игра. Видите, как показывает Бутенко. Свободный. Опасный свободный удар. И травму получает Робсон в первом тайме. Были остановки в игре. Оказывали помощь сначала Виктору Булатову. Затем Лоськову. Саркисяну. Видите, у Саркисяна, по-моему, даже кровь пошла из носа. От напряжения или от удара от неловкого спартаковца. Свободный удар. Прямой не идет. Значит, будут разыгрывать спартаковцы. Ну а с паса, с передачи, может очень хорошо пробить Василий Баранов. Едва ли будет крутить мяч этот Егор Китов. Если бы был штрафной, то наверняка бил бы Китов. А здесь свободный удар. Итак, смотрим. Тихонов подает. Удар по воротам. Удар. Блестяще играет Нигматулина. Бил, по-моему, Парфенов. Он, по-моему, бил по воротам. Такая незамысловатая комбинация. Тихонов-Хитов и удар. По-моему, это был Парфенов. Пятый номер московского спартака. Мощнейший удар. Красиво. Как кошка сейчас сыграл. Нигматулина в таком броске эффектном привел мяч. Подача от ворот. Свисток. Мяч ушел за боковую. Нет. Баранов это бил. Да, вот то, что я говорил чуть раньше. Мне передают, что Анжи выиграл у Россельмаша со счетом 1-0. Первая победа дебютанта высшего дивизиона российского. Махачкалинского Анжи. 1-0. Поздравим. Анжи с первой победой в чемпионате. Булатов против Нима Чугайнов. Бросается Васьков на помощь своему капитану. Посмотрите, сразу какой-то стенкой, белой стенкой так выдавили за боковую спартаковцев. Игроке локомотива. Из-за боковой вбрасывает Андрей Тихонов. Он далеко бросает. Бросок и снова играет Нигматуллин ладошками, не кулаком. И снова этот прием себя оправдывает. Кулаком правильно не играл. Не дотягивался он до мяча. Оттирали и свои, и чужие. Еще раз Тихонов бросает из-за боковой. И снова играет Сломатин. Выносит мяч из штрафной площадки. Но Лаврик свечой срезка. Мяч летит к границе штрафной площадки. Отбились. Это Терехин играет назад на Дроздова. Ласьков, Дроздов. Дроздов пас на Лаврика. Мяч не ушел, остался в поле. Вперед очень эффектно сыграл. Игрок Спартака Дмитрий Хлестов выручил. Это был Парфенов. Выручил свою команду. Евсеев роняет Китова. А у Евсеева желтая карточка есть. Не нужно забывать. Вадиму нужно быть поаккуратней. И Бутенко успокаивает Китова. Потому что Китов решил было сам дать сдачи. Такой синдром Бекхэма. Не нужно этого делать. В этом случае Бутенко вынужден был бы показать. Если не желтую, то и красную карточку Китову. Штрафной бьет Спартак. Командует игроками Руслан Матуллин. Подача. Подает. Выбивается. Это Лаврик выбил мяч. А дальше еще дальше. Ну и здесь очень глубоко игроки Локомотива отошли на свою половину поля. Бушманов. Саркисян очень активный. Он был в первом тайме. Да и во втором тоже он также начал довольно агрессивно играть. Баранов. Сейчас Баранова мы видим уже в центре поля. И пас на Парфенова. Парфенов вырвается на островную площадку. Простыльный бравший удар по ротам. Ну. Пустите. Еще один удар. Ах, не получилось у Титова. Костями ложатся футболиста Локомотива. Не дают точно пробить игроку Спартака. Семен не выдерживает. Подбегает к броске. Поднимает вверх руки. Как же так? Штрафной удар. Сейчас он получит замечание от резервного арбитра. Кстати, резервный арбитр сегодня Игорь Плахов из Москвы. Инспектор Юрий Беляев. Комиссар матча Сергей Куликов. Все москвичи. Итак. Еще один штрафной. Бьет Парфенов. Разбег. Подача. Брюкетов не достает до мяча. И... Лосков выбивает мяч за линии ворот. Угловой удар. Угловой у ворот Локомотива. Бутенко решительно показывает Робсену, чтобы он не ссувался ни в свое дело. Это компетенция арбитра. Кому давать желтые карточки, где свистеть и что делать на поле. Разбегается Тихонов. Подача. Подача. И... Отлично играет Нигматурин. Эффектно, красиво и самое главное эффективно играет прострель Локомотива. Баранов. Брасывает из боковой. Бузникин. Бузникина толкает в спину. Но слишком картинно падал Максим. Хотя, на мой взгляд, нарушение правил все-таки было. Чугайнов подталкивал, подталкивал в спину Максима Бузникина. Но Бутенко оставил это без внимания. Удалось Парфенову обвести Евсеева. И мяч уже у Саркисяна. Саркисян. Самотверженно играет Булатов. Китов. Очень жестко, очень жестко играют футболисты. Но цена-то какая. Что вы хотите? Пас вперед. Рвется. Это Саркисян. Реактивный. Рвался к воротам Спартака. Бушманов. Булатов. Клочков. Атакует Булатова. Булатов. Отбивает мяч за боковую. Свисток. А, Китов получил травму. Да. Очень жестко против него играли железнодорожники. Похромал, похромал Китов. Все в порядке. Остался он на поле. Помощь не понадобилась. И вбрасывают из-за боковой футболисты локомотива. Ну, судя по всему, сейчас Терехин должен отдать мяч Спартаковцам. Вернуть им мяч. Такой джентльменский жест он должен сделать. Да. Залин и Валов посылает мяч Терехин. Это находит отклик на трибунах. Это приятно наблюдать такую картину, когда игроки вот так ведут себя. Так джентльменский. Но футбол это игра контактная. Что вы хотите. Мудрейший врач московского Спартака. Московского локомотива. Савелий Алексеевич Мышалов мне говорил на тренировке, когда я был в локомотиве, что он говорит, работай с Кулапом. Всегда найдется работа медикам в футболе. Самый контактный вид спорта. Успокаивает Бутенко Китова. Или спрашивает, видимо, у него все ли в порядке. Не знали помощь. Брасывает из-за боковой Парфенов. Вперед. Баранов. Корпусом оттер в рамках правил. Бушманов боролся с Ласьковым. Рвется вперед Саркисян. Падает, падает Хлестов. Нарушает правила Саркисян. Толчок в спину фиксирует Бутенко. Смотрим еще раз. Да, да не только в спину, да еще и ладошкой по лицу провел. Мягко сказано провел. Бушманов играет на Хлестова. Хлестов вперед. Очень плотно. Посмотрите, Дроздов очень плотно играет против Китова. Юрий Палч решил разменять Дроздова на Китова. Или Дроздова на Дроздова. Как угодно. Включить Дроздов, когда Китов переходит в центральный круг, тут же приклеивается к диспетчеру Спартака. Робсом на левом фланге атаки падает. Но мяч остается у футболистов Локомотива. Соломатин. Немножко сумбурная сейчас идет игра. В эти минуты Хлестов. Мяч уходит за боковую. Обрасывает Спартаковцы. Тихонов быстро вводит мяч в игру. Бузникин. В эти минуты Бузникина пока не видно. А я говорю пока, потому как Максим может выстрелить в любую секунду, в любой момент. Посперед. Длинная передача на Саркисяна. Сейчас Саркисян играет на месте центрального форварда. Такого эдакого наконечника копья. А Терехин под нападающим. Вместе с Ласьковым они обеспечивают Саркисяна мячами. Булатов. Атака Спартака. Булатов. Мяч у него как привязанный к ноге был. Нет, нет. Свисток молчит. Свистка нет. Терехин. В подкате самоотверженно падает. Тут Дроздов. Но мяч у Спартаковцев в баллах. Баранов рез вперед. Против него Чугайнов. Тут же Смертин появляется. И общими усилиями отбирают. В зависимости дорожники мяч. Чугайнов пасует вперед. Кому? Ласькову? Не точно. Не точно. И уже с мячом Бузникин. Бузникин пас. Проникающий пас. Блокировка. Нет, свистка нет. Все в рамках правил. Мне показалось, что блокировали Титова. Футболиста локомотива Робсон качает головой. Но арбитру виднее. Руслан Нигматурин будет водичник гуру. Сильно бьет с правой. Мяч свечой опускается прямо на голову Парфенову. Баранов борется с Евсеевым. Мяч у Баранова в подкате самотверженно играет Нижегородов. Получает по голове. Коленом. Ой-ой-ой. Причем это ведь не игрок Спартака, а игрок локомотива. Свой же партнер по команде. Залепил ему прямо в ухо. Смотрим еще раз. Падает Нижегородов. И ой-ой-ой. Нет, это Соломатин. Он так издалека похож. Соломатин в первом тайме. У него была уже такая микротравма. Тоже ему по голове попало. Побегали врачи. Прикладывали лед к голове. Очень неприятная травма. Очень неприятная. Показывает Бутенко, что Семину здесь не место. Пожалуйста, пусть он займет место в отведенном ему секторе. Вот еще одна информация. Факел сыграл в ничью с Ураланом. 1-1. Ничья. Факел, Воронеж, Уралан и Листа. 1-1. Еще одна информация любителям тенниса. Наконец-то наши теннисисты в Малаге размочили счет. В Кубке Дэвиса в игре с испанцами наша пара кафельников. Сафин выиграли свою парную встречу у испанцев. Что такое? Бутенко показывает, чтобы Семин покинул, покинул место на скамеечке. Да. С поля. Вернее, со скамеечки. Говорит Бутенко Семину. И Семин сейчас вынужден будет занять место на трибуне. Довольно редкая картина для российского первенства. И Юрий Павлович Семин сейчас вынужден будет руководить действиями своей команды по мобильнику. Да, покидает Семин свое тренерское место привычное. Уходит, подходит к Саламатину. Выясняет, что у него. Ну, здесь ведь никто из спартаковцев не знает. Была жесткая борьба. Это футбол. Видите, вот падает, падает Баранов. И Евсеев, как неловко, попадает коленом прямо в голову Саламатину. Ласьков темперамент на слово доказывает. Бутенко, а что доказывать-то здесь? Кто виноват? Евсеева нужно винить. Но и Кисиев тоже ненарочно это сделал. Спорный мяч. Удален Семин. Это будет записано в протоколе сегодняшнего матча. В официальном протоколе будет внесена запись. Семин был выдворен. Со скамеечки запасных или, как угодно называют ее, с тренерской скамеечки. Да, приуныли спартаковские болельщики. Видимо, они не ожидали вот такого, такой игры от соперников Спартака. Конечно, все привыкли, что Спартак, свисток арбитра, привыкли, что Спартак довольно легко. О, первым забивает гол, ведет игру, а здесь нет. Недаром локомотив называют в этом сезоне главным конкурентом Спартака. Я уже 125 раз, наверное, повторял эту фразу. Ну, что делать? Так оно и есть. И еще один результат. Также в ничью, но 0-0, сыграл Сатурн. Московская область с новороссийским черноморцем. Причем это для раненских футболистов была стартовая игра в чемпионате. На великолепном стадионе в Раменском они принимали черноморец и ничья. 0-0. Вышел Кеченов, вернее, выходит, выходит Кеченов. Вместо кого, интересно? Подача в штрафную площадку. Локомотива, удар, удар, удар. Баранов и вел. Какой момент? Хлопает Робсон кому? И Баранову, и Нигматулину. Браво. А пас, пас отдавал капитан Андрей Тихонов. Как так увидел он. Все вроде правильно делал Баранов. И удар-то был коварнейший перед вратарем. Мяч взвился в девятку. И Баранов как раз он покидает поле. Вторая замена в Спартаке. И выходит 13-й номер в Локомотиве. Вменяет он наверняка Пашинин. Наверное, будет нет он Соломатина, судя по всему. Угловой удар. Да, Нигматуллин спас свою команду. От верного гола. 0-0. Василий Баранов мог уйти отдыхать. И именинникам не получилось. Чугайнов нервно кричит своим партнерам, чтобы они разбирали игроков. Парфенов подает. Подача, удар. Еще один удар. Нет, отбились, отбились локомотивцы. Мяч у Титова. Титов против Невулаврик. Бевсеев. Бевсеев назад отдают мяч футболисту Локомотива. И уже Лоськов с мячом. Пас на Дроздова. Дроздов семенит. Быстро к воротам Спартака. Терехин. Смертин. Смертин переводит мяч направо. Это Лоськов. Нет, Дроздов. Пас вперед. Смертин. Открывается Лаврик. Ему пас. Будет подача. Против него Ковтун. Лаврик решил прострелить сильно вдоль ворот. Смертин врывается в стартную площадку. Натыкается на игроков Спартака, но нарушения правил нет. Угловой. Угловой удар показывает. Ассистент Бутенко. Значит, мяч ушел от игрока Спартака. Мне показалось, что последним мяча коснулся футболист Локомотива. Но что, значит, мне казалось? Игру ведут судьи. Они определяют, ушел мяч или не ушел. Но замены пока у Локомотива нет. Пашинин так промелькнул. Но Семен не решился менять. Сломать она. Угловой. Подача. Отбивает Бушманов мяч. Снова Лаврик. Красиво через себя бьет. Вадим Евсеев. И мяч уходит за линии ворот. Андрей Сметанин ведет мяч в игру. В первом тайме я говорил о Юрии Павловиче Семене, когда он дебютировал в московском Спартаке. Помните, в 65-м году он это сделал в игре с Киевским Динамо. Наверное, есть смысл сказать и Олегом Ивановичем Романцеве. Он дебютировал намного позже, чем Семен в Спартаке 17 августа. Но также в августе 17 августа 1976 года в матче с Ленинградским Зенитом он вышел на поле на 81-й минуте, заменив Вагиза Хидиатурина. Затем он еще сыграл в одном матче и уже в том сезоне в провальном для московского Спартака не выходил на поле. В полном блеске Олег Иванович развернулся в последующие годы, когда помог Спартаку вместе с Константином Ивановичем Бесковым и другими футболистами Спартака. Но Бесков, естественно, тренировал, не играл. Это Владимир Иштреков. Владимир Хазарилович Иштреков. Великолепный в прошлом, крайний нападающий московского Динамо. Не говорю московского Спартака, потому как именно в Динамо блистательно играл Иштреков. Особенно в сезоне 70-го года, когда все восхищались Жерезиньо, а мы в Советском Союзе восхищались Иштрековым, его кинжальными проходами. Булатов. Борьба сейчас уйдет. Жесткая, неуступчивая, настоящая, мужская. Досталась Соломатину. Мужественный парень. Перевязали ему голову. Ну что делать? Футбол? Есть футбол. Очень хорошо смотрится Нигматулин в этой игре. Да вообще все футболисты молодцы. Дарят зрителям, те, кто на стадионе и у экранов телевизоров, прекрасный, я считаю, незабываемый спектакль. Терехин против него. Холестов. Холестов бьет сильно на левый край, но здесь борьба. Посмотрите, игроки друг против друга очень плотно играют. Соломатин против Робсона. Мяч переходит на левый фланг. Это Саркисян. Не дает мячу уйти против него Парфенов. Саркисян идет в центр. Будет пасовать. Да, играет на Смертина. Неловкий пас, но Смертин у мяча. Дальше на Лаврика. Лаврик переводит мяч за боковую. Что такое? Получил кто-то травму. Саркисян. В первом тайме ему тоже доставалось. Но правда, не в Ахилову заехали в первом тайме, а в колено. Извиняется Парфенов. По-моему, желтую карточку. Да, желтую карточку предъявляет Парфенову Бутенко. Напомню, что в первом тайме горчичники получили Хлестов у Спартака, Евсеев и Нижегородов у Локомотива. Смотрим, что здесь было. Опоздал. Опоздал Парфенов. И, естественно, желтая карточка. Все правильно. Мяч Лаврик выбил за боковую линию. Сейчас уже спартаковцы должны возвратить мяч Локомотиву. Да, так они делают. Так они делают. Такой джентльменский жест. Нигматуллин. Вы знаете, несомненный герой сегодняшнего матча. Безусловно, вытащил практически мертвый мяч после удара Василия Баранова. И потом еще, помните, мощный удар того же Баранова, когда спартаковцы разыграли свободный. Такая комбинация Тихонов-Титов и мощнейший выстрел Баранова. И снова очень неплохо играл Нигматуллин. Тихонов против него. Лаврик пас. Забегание не прошло. Но иначе остается у Спартака. Титов, Тихонов, простильная передача. И молодец Чугайнов. Такой шлагбаум выставил на пути мяча. Небольшая свалка в центре поля, но игра продолжается. Снова с мячом Тихонов. Не решился на него идти Лаврик. Подождал, пока Тихонов избавится от мяча. С мячом Булатов. Булатов подает штрафную площадку. Робсон бьет по воротам. А мяча последним коснулся Саламатин. Так что правильно делал Нигматуллин, что не упускал его за линию ворот. Иначе был бы угловой. Нигматуллин сильно бьет. И здесь играет Христов. Теченов. Нет. Игра сейчас напоминает такой пинг-понг. Удар по воротам. Удар. И Сметанин. Сметанин намертво берет мяч. Пробитый с Аркисяном. Молодец, Андрей. Очень хорошо сыграл Сметанин. Так же, как и Нигматуллин, сегодня играет без ошибок. Бузникин. Бузникин. По сути, в центр проникающий пас. Но как-то неловко, да все, Робсон был в положении вне игры. Меняет, судя по всему, Робсона. Как-то он не спеша направляется с боковой линией. А на Бда, Саркисян бил Сметанин. Молодцом. Но меняет, естественно, Пашинин не Робсона, а Соломатина. Да. Все-таки Андрею тяжело играть. Не дай бог у него сотрясения. О, парня уводят. С поля сам он идти не может. Единственное, что желаем ему здоровья. Только здоровье футболистам. Бедняга. Саркисян бил, но он уже бил по уходящему ничью. Так что удар у него сильно не получился. Мент опасный. Вторая травма. Вот такая очень неприятное сотрясение мозга. Да. Жаль. Соломатин сегодня был одним из лучших. Штрафной удар. Будут футболисты Спартака. Игра обостряется. Остается 15 минут. Еще одна желтая карточка игроку Локомотива теперь уже. Смертину желтая карточка. Это он атаковал не по правилам Робсона. Да. Заплел ему ноги. Так скажем, подножка не прошла. Но тем не менее, от всевидящего Бутенко сие нарушение не ускользнуло. Да. 3-2. 3-2 по желтым карточкам. В этом сомнительном поединке Локомотив пока впереди. Я говорю, пока, судя по развитию событий, Евсеев уже теперь лежит на газоне Лужников. Темп игры спал. Футболисты падают. Но падают они не потому, что симулируют. Нет. От того, что играют кость в кость. Жесткая борьба идет. Грязноватая, грязноватая идет игра. Футболисты столпились около Евсеева Парфенову. Что, вторая жесткая Парфенову? Это будет эта красная. Ой-ой-ой. Спартак сейчас может остаться в десятером. Смотрим. Ну, вы знаете, нарушение, если и было, да нет, я бы не сказал, что это было нарушение. Жестко, по инерции, Парфенов въехал в Евсеева. Ну, Евсеев вот это не легче. Да. Кроссная, да, все-таки удаляет Парфенова. Бутенко. Спартак остается в десятером. Вот вам, пожалуйста, вторая парфеновская желтая карточка. В течение каких-то пяти-шести минут приуныли фаны Спартака. И вот сейчас Спартак будет проходить проверку на крепость. Олег Иванович заволновался. Очень неприятный момент. Остается играть, еще и играть. Успокаивают игрока Парфенова, игрока Спартака. Ну, что ж, локомотив получил преимущество в одного игрока. Ну, конечно, футбол-то не хоккей. Здесь, естественно, численное преимущество так не видно. А потом мы знаем из истории футбола, что и в десятером команда выигрывала свой матч. Бушманов сильно посылает ночь вперед. Здесь неловко сыграл Ковтун с Булатовым. И сейчас с Булатовым может быть предъявлена желтая карточка. Зацепили Смертина. Смертина теперь корчится от боли. Да, неприятный момент. Булатов ну и степлял. Ну, вот это же чистая желтая карточка. Без сомнения. Но если быть последователем до конца Андрея Павловича Бутенко, то нужно предъявлять желтым Булатову. Явно заплел ноги. Причем, сделал это сзади, грубо. Выходит, кто-то из спартаковцев на замену. Я не успел разглядеть, кто. Калиниченко может появиться. Или Югослав. Милан Георич. Сейчас локомотив. А болельщики Спартака подбадривают, поддерживают свою команду. Спартак, Спартак. Сметанин ворит ночь в игру. Естественно, речь о темпе, о скоростях уже не идет. Пашунин здесь боролся с спартаковским футболистом. Мощно пробил вперед Чугайнов, Церкищан, Лачков. Там подключался Лаврик. Он упустил момент для хорошего паса. Лаврик за боковой вбрасывают железнодорожники. Напомню, что локомотив в последних матчах при судействе Бутенко не может забить ни одного мяча Спартаку. Ну, а если Спартак забивал первым матчах с локомотивом, то он никогда не проигрывал. Ну, а если же счет открывали железнодорожники, то есть момент был, то в этих играх локомотив также наверняка не проигрывал. Выигрывал или играл в ничью. Так что любопытные моментики. Из-за боковой третий мяч пошел на трибуны. Бузникин. Пас вперед. Это Кеченов. Робсон. Нет, не успеет Робсон к мячу. И мяч. Да, мяч уходит на угловой. Угловой удар подает Спартак. Мне сложно сказать последние минуты, потому как точно минут пять Бутенко прибавит. Много было остановок подает Валерий Кеченов. У Кеченова это второй выход на поле в нынешнем чемпионате. подача. Что такое? Мяч ушел, видимо, еще в полете мяча. Когда был в полете мяч, он ушел за линии ворот, поэтому да, зафиксировал Бутенко. Удар от ворот. Руслан Нигматуллин будет производить этот удар. И замена. Видимо, замена. Да. Появляется пятнадцатый номер. Это Александр Щеголев. Новичок Спартака, который дебютировал в игре против Элистинского Уралана. Хороший защитник, высокий парень. Под 190 где-то у него рост. Поэтому очень хорошо играет головой. Но потом Романцев просто так не делает приобретение. Если он кого-то берет в основной состав, а Щеголев это игрок основного состава, можно сказать, то уж точно играть он будет. Игрок стоящий. Ласьков. Ласьков пытался прорваться в штатную площадку, так по инерции врезался в Кофтона. Ну и здесь Спартаковская башня. Андрей Сметанин мощно пробил на половине поля Локомотива. Нижегородов сыграл Чугайнов. Возвращает мяч на половину поля Спартака. Нет, Спартак в десятером. В меньшинстве ну там задержка была. Задержка. Чистая вода задержка. Что, желтая карточка будет? Штрафной удар исполняют футболисты Спартака. Дроздов Дроздов нарушал правила. Хотя вы знаете тоже ведь это нарушение тянуло на предупреждение потому как вот смотрите задержка а если бы Дроздов его не держал то Титов вырывался бы на оперативный простор и Пашинин не успевал перекрыть дорогу Спартаковскому диспетчеру штрафной удар опасный момент еще одна Саркисян уходит входит Дмитрий Булыкин нападающий Семен усиливает атакующую мощь своей команды Тихонов может пробить он будет видимо подавать удар удар блистатель удар еще один удар удар отбились отбились железнодорожники и вновь блистательно играет Нигматуллин положение вне игры мяч от его ладони и попадает в перекладину вы слышали этот звон смотрим еще раз как решился Тихонов на этот удар бросок Нигматуллина и Бузникин едва едва не подправляет мяч в ворота Дмитрий Булыкин молодой парень совсем юный стал игроком основного состава локомотива 21 год ему воспитанник локомотива подача Лаврик пасует на Лоськова Лоськов будет видимо накатывать удар подача еще один удар Булыкин врывается в эту площадку вернее по вратарскую но здесь Сметанин отпустил Булыкин от себя мяч Сметанин четко его зафиксировал сейчас нужно сделать паузу небольшую да потом-то рикошет тут был неловко тут сыграл Булыкин если бы мяч попал ему в грудь тогда бы не было такого жесткого приема мяча а так спрещу и естественно оказался в руках у Андрея Сметанина Локомотив старается в максимум выжить максимум из создавшейся ситуации ничья видимо Семена не устраивает видите как растут аппетиты железнодорожников если уж нацелился на чемпионский титул то нужно выигрывать в очном поединке но Спартак голыми руками не возьмешь Бузникин Тихонов борьба продолжается штрафной и желтая карточка точно желтая карточка Нижегородову и красная красная это вторая у Нижегородова желтая карточка что тут развалить руками чистые воды нарушения 10 на 10 вот так улыбается Чугайнов но опытнейший футболист понимает что здесь все правильно действовал ну коня опоздал с подкатом Нижегородов пас Бузникин там еще было нарушение правил со стороны Чугайнова но не остановил матч Бутенко считает что после до свистка удар был до свистка просит Бутенко перебить а вот Руслану нервничать не стоит вратарю нервы ох как нужны крепкие тем более что сегодня Нигматуллин защищает ворота блестяще давай Руслан выведи эту игру на высокой ноте снова Тихонов у мяча снова будет удар ну что ж смотрим разбег удар по ротам удар и мяч на сей раз идет выше перекрестья штанг 0-0 остается 5 минут а мы в уме держим остановки в игре значит еще плюс 5 наверняка 5 минут Тихонов разводит руками не попал но на то и вратарь я имею ввиду возвращаясь к прошлому эпизоду когда Нигматуллин спас локомотив герой матча безусловно Руслан Нигматуллин игрок сегодняшней встречи но самое что интересное в 93-м году в сухую ничью сгоняли Спартак и Локомотив только тогда а все остальные игры были результативными и кстати именно ту игру в 93-м году судил Бутенко Андрей Бутенко пас на Терехина удар по ротам удар и теперь молодцом Сметанин Андрей Сметанин спасает свою команду от мощнейшего выстрела Терехина так Терехин не спеша не спеша в развалку шел к мячу потом бабахнет по воротам вот это да нервный матч напряженный тяжелый для обеих команд и в то же время мы стали свидетелями ряда эпизодов высочайшего мастерства смотрите с левой ближний угол и Сметанин Юрий Дарвин Юрий Дарвин в свое время игравший в московском Спартаке Чугайнов посылает ночь ближе к штрафной площадке Спартака теперь 10 на 10 играют ой-ой-ой-ой-ой момент опаснейший спасает какой момент сейчас был вот это да я думаю что сейчас инфаркт едва не хватил Романцева и Ижа с ним я думаю что трибуны похолодели я думаю спартаковские трибуны похолодели от ужаса в последний момент Сметанин спас свою команду исправил с вашим куда-то форум дар Нигматуллин теперь уже ловит на мертво мяч вот это момент давайте посмотрим еще раз что ж тут было то прям как в финале Кубка Чемпионов ой-ой-ой Сметанин тут они начудили с Бушмановым я имею в виду в финал 65-го года когда Интернационале играл с Бенфикой в Милане и вот тогда знаменитый вратарь Кошта Перейра между ног пропустил удар-то был не сильный у Мацолы и вот между ног он как намазанный жиром проскользнул мимо рук и ног вратаря Кошты Перейра и 1-0 Интернационале выиграл Кубок Чемпионов вот так а здесь да вот вам одна из гримас футбола момент опасность штрафной удар штрафной штрафной Бузникин нарушал правила безусловно подталкивал спину игрока локомотива Бутенко зафиксировал нарушение правил штрафной удар бьет Нигматуллин из пределов штрафной площадки последняя минута 90-я но разве она последняя напряжение нарастает с каждой минуты с каждой секундой этого поединка команда обменялись чувствительными уколами но на табло на табло нули 0-0 ох какой матч и в жар и в холод бросает всех кто смотрит его Хофтун бросает на Булатова Бузникин Бузникин сегодня мало заметен но здесь нужно говорить не о том что Бузникин плохо играет а то что оборона локомотива играет прекрасно Кеченов пасует на Тихонова Тихонов врывается штрафную площадку угловой угловой удар подает Тихонов спешит Спартак Спартаку нужны три очка на меньшее он не согласен меняет Ласькова Семен выходит Владимир Маминов это полузащитник оборонительного плана последняя замена в локомотиве ну и напоминаю что и Спартаке лимит замен исчерпан и так угловой угловой удар не уходит в раздевалку игрока локомотива наблюдая за последними мгновениями сегодняшнего матча Тихонов удар по ротам удар спасает свою команду Нигматуллин после чудо удара Тихонова ай да Тихонов ай да Нигматуллин но продолжение фразы вы знаете подача Булатова еще один удар удар нет удар будет Булатов с трудом отбивается локомотив сколько же добавил Бутенко так вспоминая момент разговор Бутенко с Титовым могу сказать что наверное пять с мячом удар Титова нет еще один удар с Титова попадает после удара мяч после удара Щеголева Спартак выжимает все давит локомотив но железнодорожники борются до последнего напомню что Семен был удален с тренерского места Титов а бились Чугайнов молодец но Спартак наседает Щеголев Булатов против него смертен пас на девятого номера это Титов у нас в центр разбег Христов удар мимо ворот мимо ворот и Нигматуллин берет паузу показывает ну скорее всего показывает для судей не для игроков иначе можно получить предупреждение да по замысловатой траектории посылался мяч но 0-0 будем считать что прибавил Бутенко пять минут идет уже третья добавленная минута 0-0 Спартак наседает локомотив защищается Пашинин нарушение правил со стороны Бузникина Бузникин локтем подтолкнул Пашинина еще две минуты показывает Бутенко еще две значит правильно мы угадали пять минут добавил Бутенко к основным 90 минутам бьет локомотив штрафный удар что здесь было да локтем оттекнул Бузникин срезка какой момент сейчас был очень неприятный ворот Спартака теперь уже пошли вперед футболисты локомотива Лаврик подает штрафную Спартака Сметанин Сметанин падает фиксирует мяч я думаю что Сметанин наверное посидел в некоторых местах после того момента когда он где 2-2 не пустил мяч ворота Титов последние секунды матча подача отлично играет Сметанин выбивает подальше подальше от своей штрафной площадки но Спартак наседает Булатов нет это Бушманов Бушманов еще подает такой навал в исполнении Спартака непривыкли мы видеть навал Спартаковский обычно Спартак летет в комбинации своих атак а здесь последние секунды матча еще одна подача подача и пенальти пенальти батюшки мои в добавленные последние минуты заваливают игрока Спартака это Титов падает вот вам развязка вот это интрига кульминация матча Титова роняет Евсеев пенальти 11 метровый удар последняя минута идет кто будет бить Тихонов и так драматическая трагическая я бы сказал развязка сегодняшней встречи бьет кто же Тихонов и так и еще желтая карточка желтая карточка по-моему Чугайнову Чугайнов уходит за линию ворот и так пенальти ой-ой-ой давайте помолчим лучше посмотрим не хочу ничего говорить и так разбег Тихонова все молчим браво браво Нигматуллин выручает свою команду молодец Руслан герой сегодняшней встречи все великолепный момент имел Спартак чтобы вырвать победу ну какая Агата Кристи какой Канан Дой вот это да 0-0 такого в матчах Спартака и Локомотива не было выручает свою команду Нигматуллин кончики не пальцев вытаскивает мертвый мяч с 1-ти литровой отметки 0-0 поблагодарим поблагодарим футболистов за этот спектакль за эту драматическую развязку браво Спартак браво Локомотив браво Нигматуллин и так Спартак Москва Локомотив Москва матч 3-го тура чемпионата России среди команд высшего дивиона закончен прямой трансляцией телекомпании РЕН-ТВ Я Александр Локин прощаюсь с вами смотрите футбол на телеканале РЕН-ТВ до свидания до свидания субтитра